Никто лучше не оценит современный облик Подмосковья, чем те, кто участвовал в его развитии десятилетия назад. С городом Щелково знакомятся ветераны строительного комплекса Московской области. Экскурсию для своих коллег предложил устроить почетный гражданин Щелковского района Иван Сергеев. Начали с истоков. В Щелковском историко-краеведческом музее ветераны смогли проследить историю города от Мещанской слободы и шелкоткатской фабрики до масштабного строительства второй половины 20 века. На некоторых фотографиях Иван Сергеев узнает себя. В реализации одного из самых крупных проектов Жигаловского путепровода он участвовал лично. Практически это была народная стройка, которая позволила уйти от тех многочасовых очередей на переезде, которым постоянно славился город Щелково. От истории города Щелково к его современности. В рамках экскурсии ветерана строительного комплекса Подмосковья смогли познакомиться и с новыми социальными объектами Щелковского района. В том числе осмотрели ледовую арену имени Владислава Третьяка. О создании ледовой арены ветеранам строительного комплекса рассказал ее директор Евгений Святский. Мы вошли в программу 2012 года, программу губернатора Московского строительства ФОКОВ. И в 2013 году, 24 октября, была заложена капсула «Послание потомкам». И началось строительство вот этого уникального объекта. Каток площадью более полутора тысяч квадратных метров, да и весь объект в целом, произвели на ветеранов впечатление. Также ветераны смогли побывать в самых новых микрорайонах, оценить новые школы и детские сады в Богородском и Лукину Варина. Администрация Щелковского муниципального района постаралась, организовала очень хорошую и интересную экскурсию. Ветераны увидели микрорайон Лукино-Варина, микрорайон Богородский. Мы заехали на территорию еще Звездного городка. Сегодня, посетив многие места именно в Щелковском районе, действительно, они увидели динамику. То есть, в то время, как было и как изменилось время, изменилось в плане реконструкции, что у нас построено. И, конечно, это произвело впечатление. И действительно, после экскурсии ветераны поделились позитивными впечатлениями. Кроме всего, участие в мероприятии приняли более 20 ветеранов строительного комплекса Московской области. Мы очень благодарны администрации Щелковского района, что они предоставили такую приятную возможность нам, лицам, которые многие годы были заняты в сфере строительного производства. Мы приятно удивлены, что за этот период город намного изменился. Появилось очень много новых сооружений. Не только объектов зилищного строительства, в чем особенно, на мой взгляд, город Щелково преуспел. Но и в то же время развитие социальной инфраструктуры, объекта для жителей, для досуга, объектов для образования. Александр Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания Щелково.